Привет, ты смотришь Тойстер. У меня, к сожалению, не записалось вступление от этого ролика, поэтому обзор начинается сразу же, вот без каких-либо болтовней. Да, это первая делюкс-фигурка по офрайзу, которая вообще была. Или нет, погодите. Похоже, да. Вот это внезапно. Я еще ничего не купил делюксового по офрайзу больше, кроме... Айронворкса. Очень странно. Пока я его открываю и распаковываю, расскажу немножечко предыстории, чтобы потом все это дело не растягивать. Во-первых, Айронворкс это как бы не трансформер, точнее не совсем трансформер, это микромастер. И он даже выпускался, опять же, недавно совсем, в другом наборе под другим названием. Это же, то, что нам здесь представлено, это только его база, которая как бы в плавильню превращается в базу, которую я тоже покажу, что очень-очень странно. Но ладно, назвали Айронворксом Айронворксом это, так что будем считать это Айронворксом. Так, фигурка перед нами, осталось еще оружие вынуть. Во-вторых, эта фигурка может сочетаться с другими трансформерами-базами. То есть не только с другими партформерами, а еще и с другими трансформерами-базами, рампами, мостами и множеством еще чего всякого безумного, что мы выпускали в трансформерах. Вот сколько мне Даня объясняет, что есть вообще в этой линейке, что есть в этой вселенной. Я каждый раз удивляюсь, охаю, ахаю, восхищаюсь, потом просто все забываю и все. Короче, вот так со мной происходит. Но вроде как я все более-менее по поводу него помню. Итак, в руках у меня фигурка. Собственно, до того момента, как мы ее разобрали, мы получаем далеко не самого качественного, но в принципе неплохого трансформера. Сразу, мое самое любимое. У него стопы наклоняются, можно его поставить в разные позы. Он хлипковат. То есть, смотрите, у него, например, тот же самый пояс очень сильно болтается. Это не то, чтобы минус, потому что, как бы, это не мешает его нахождению в какой-то позе, не перевешивает, но, тем не менее, как бы, хлипковато. У него хорошо подвижны руки. Вот так, вот так. В локте крутятся, сгибаются. Неплохо, кстати. Смотрите, какой мощный изгиб локтя. Ноги также сгибаются, стопа движется, крутится, в общем, все подвижно. Башка, башка тоже крутится. В общем, подвижности ему не занимать. Это огромный плюс. Да, еще момент по поводу желтой краски. Я бы, наверное, может и докопался до нее, что она выглядит так себе. Но, как мне объяснили, именно здесь, вот в этом трансформере, желтая краска намеренно была сильно разбавлена, чтобы она просвечивала и выглядела вот так, чтобы создавался эффект потертости. Но, знаете, Hasbro, это вполне себе классный способ оправдать то, почему вы хреново покрасили модель. Ну, ладно, здесь я это прощу, потому что смотрится очень-очень атмосферно все это. У него есть рука с оружием и рука-крюк, которая впоследствии будет, собственно, этим краном на базе, которую мы построим. Итак, после того, как мы на него посмотрели, в общем-то, особо больше ничего интересного на нем нет, нам нужно его разобрать. Разбирается он следующим образом. Раз пластина, два нога, она собирается вот в такой блок, и вот так. Три нога, она так же, как, кстати, у Кога, отсоединяется и собирается вот в такой вот блок. Их можно соединить между собой. Руки отстегиваются. По-моему, дальше не спутать бы, что-то еще здесь отстегивается. Вот эта пластина отсюда вынимается, вот эта штука остается, и вот эта как-то еще тоже переделывается. В общем, так, как-то там голова у него, во, голова внутрь вот так убирается. Получаем мы вот такую вот странную комбинацию всякого барахла. Ну, в принципе, для партформера, из которого нам что-то впоследствии собирать надо, это выглядит неплохо. Разумеется, первое, что нужно попробовать собрать из этого, как бы основную модель, которая здесь предлагается, якобы альтмод, плавильню. Плавильня собирается в 10 шагов по инструкции, которая у меня где-то здесь. Так, так, так. Ну, я думаю, соберу ее за кадром, покажу вам уже готовый вариант, ну, как бы в ускоренной сборке. Ну, штука, скажем так, получается довольно своеобразная, что ли. Это типа плавильня. Вот, конечно, вот эта дыра смотрится не очень классно, ну ладно. Кран, платформа, все дела, машинки сюда заезжают, становятся, расплавлятся, отправляются. Микрофайтеры к нему применяются только так, по-другому никак. Ну, в принципе, можно их дать в качестве оружия, но это будет не так уж и подходящим образом. Машины я покупал специально для этого. Собственно, вот, то есть это его основной, как нам предлагают Hasbro, альтмод. Сами понимаете, далеко не самая лучшая модель, и эта штука ценна именно своими деталями, что их нужно много, таких деталей, из них можно что-то собрать. Но, помимо этого, в инструкции есть и еще один альтмод, который я также сейчас покажу вам. Друзья, я сейчас не прикалываюсь, я на полном серьезе. Это один из его альтмодов, то есть вот эти детали не используются. Это альтмод. Вот такой. Вот, он нарисован вот тут. Вот такая штука из него собирается. Зачем? Чтобы, чтобы, что? О, зачем это существует, господи? А, какая же дичь. Не менее интересным, в смысле, не чем это, а чем просто самоделки из этого конструктора, о, из этого партформера, не менее интересными являются способы модификации при помощи этих деталей других трансформеров. Ну, давайте для примера возьмем, 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 кого бы взять. Ну, давайте оптимусы, которые мне больше всего нравятся, в общем-то, из моей коллекции, попробуем оптимуса прокачать каким-нибудь образом. Я буду импровизировать, поэтому, возможно, целая нихрена получится, сейчас узнаем. Сейчас будет абсолютнейшая импровизация без какой-либо подготовки заранее. Я специально это делаю, чтобы было как бы интереснее немного. Окей, что мы можем сделать в данной ситуации? Во-первых, мы можем изобразить что-то наподобие крана, наверное, или какой-то боевой единицы вот из этой штуки и использовать это, ну, во-первых, наверное, как оружие мы можем использовать это, да? Да, мы можем использовать это как оружие. Во-вторых, мы можем установить это куда-нибудь вот сюда вот так на руку. Будет перевешивать, конечно, но даже вроде в какой-то мере прикольно это смотрится. Можем также установить это на спину. Правда, погодите, а может так получится? Нет, к сожалению, чуточку не совпадает расстояние. Ну ок, давайте типа вот так сделаем. Шапка для Оптимуса. Это не так уж просто, друзья. Заметьте, это не так уж просто. Так, слушайте, я даже не знаю, что куда поставить на Оптимуса. Довольно трудно установить что-то. У него очень мало универсальных креплений. Давайте кого-нибудь еще возьму. Допустим, возьмем слегка ненавистного мне Кросс Хейерса. Далеко не самый любимый мой трансформер, но у него, по крайней мере, креплений очень много. За счет этого, думаю, действительно можно сделать что-то стоящее. Так, допустим, мы закрепим, закрепим, закрепим вот эту хрень вот сюда. И можно реально сделать ему шлем. Ну а почему бы нет на самом деле? Или вот такого типа сзади защиту можно над головой сделать. Далее, при помощи вот этого крюка мы реально сделаем улучшение для руки. И вот это вот такое. Ну не знаю, почему такое именно. А другое вот такое. То есть пушку мы просто сюда вот так вставим. То есть вот так, допустим. Ну, кстати, уже в какой-то мере интересно смотрится. Я бы не сказал, что шедевр, господи, но нормально. Так, самое интересное, это, конечно, ноги. Как нам их можно использовать? По идее, как показано это на картинке, можно сделать вот так. Это странно получается, но давайте попробуем. То есть нам предлагают взять вот эту деталь, вставить вот эту пластину сюда и типа утяжелить ноги. Ну, например, вот таким вот образом. Типа сделать его более массивным. Или наоборот, или вот так вот можно их поставить. Так. А можно ли? Нет, наоборот нельзя. Можно только назад пластиной поставить их. Ног. То есть вот так. И вторую мы тоже берем. Вот так вот. И вот так вставляем. Ну, я, честно сказать, даже не знаю. Ну, конечно, прикольная задумка. Возможно, это даже в какой-то мере работает. Но не здесь. По-моему. По-моему, это немного странно смотрится. Да. Такие вот дела. Это в плане модификации, в плане наращивания других трансформеров. Я думаю, с этим вопросом нужно более тщательно, более детально разобраться. И, возможно, что-то более отдельное из этого получится. Но! Опять же, на этом мы еще все не заканчиваем. Сейчас я сниму все это дело с кроссхейерса. Потому что мне совершенно не нравится, как это выглядит. Хотя и креплений у него довольно много. Возможно, потому что мне сам кроссхейерс не нравится. И сейчас попробую сделать еще кое-что. А именно, секретный режим базы. Во! И я надеюсь, вы готовы к этому зрелищу. Потому что вот это его секретная база. Ну вот, да-да, такая база. Бюджет, видимо, у него ограниченный. Не знаю, почему такая именно. Короче, альт-моды, конечно, у него такие себе. Особенно мост, это очень странная хрень. Но! Самое главное, что сам по себе трансформер, партформер, полезен по деталям. Детали здесь реально крутые. Здесь щитки, здесь крупные блоки, здесь всякие навесы на руки. Поэтому это определенно окажется довольно полезной вещью. Я не знаю, удастся ли мне его удачно использовать в конструкциях. Но я постараюсь. Я постепенно научусь, как все это дело грамотно использовать. Куда ставить, куда не ставить. Что из этого собирать. Надеюсь, это будет более-менее интересно и вам. На этом пока все. С вас лайк, подписка, колокольчик. С меня ролики каждый день. Ну или почти каждый день. Еще увидимся. Пока!